привет всем подписчикам моего канала хочу показать вам еще одну диагностическую мою страничку вот приехал ниссан проблема клиент жалуется на повышенный расход топлива давайте с вами вместе посмотрим попытаемся найти не попытаемся найдем неисправность хорошо значит разъем в виде 2 год 2001 год да говорить год машины 40000 1 год да вот то есть мы включаем параметры смотрим смотрим значит посмотрели параметры попробовали насчетные механизмы допустим вот включить реле вентилятор охлаждения то есть чтобы подтвердить вот он заработал чтобы именно вот что мы подключены правильно дальше значит включаем схему по датчику сейчас я посмотрю датчик положения дольственной заслонки потому что клиент сказал что подозрение было у него именно скрыть просто за кадром то есть вы сказали что у вас проблема как вам кажется да ну подросток на заслонке считал то что частая проблема что она больше чем нужно открыто положение с интернета да он значит посмотрел этот отказ и да 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 то там проблема расхода топлива одна из проблем это дроссель заслонка что мы делаем дорогие мы зашли в сканер значит посмотрел параметры пока они заведены дальше что мы делаем мы заходим сейчас я захожу в поток данных и вот здесь мы видим абсолютно положение дроссель заслонки понимаете да значит выключать дроссель заслонки тоже очень важно видите сейчас он включенный да и вот здесь выключаем теперь смотрите теперь мы берем давайте берем и плавненько плавненько начинаем нажимать на механический привод дроссельной заслонки здесь удобно то есть не электропривод а простая заслонка механическая и смотрим как там у нас нарастает видите да потом полочкой и поставят ставим вот видите выключилась то есть выключилась почему а здесь мы смотрим здесь мы смотрим останавливаем и вот смотрите вот было выключено да вот положение выключено смотрите только мы шевельнули чуть-чуть заслонку у нас выключатель сработал на выключенной то есть работает идеально эти шумы потому что я резко дал газ поэтому претензий как вы поняли заслонки у меня нет клиент все понял самой согласен все значит где-то проблема в другом выходим на схему заводим машину что нас интересуются в данный момент время работы форсунок отличное дальше значит шагов в норме температура машины маленько подостыла смотрим ну во первых давайте проверим как работает у нас тот же вентилятор охлаждения мы проверяли с вами да а вот допустим сейчас нас интересует работа форсунок потому что товарищ сказал что машина уже не новая 2001 год и ну подозрение что какой-то цилиндр может правильно может маленько не додавать мощности естественно при этой хромоте я выключаю первую форсунку на мотор прекрасный провал включаем дальше включаем вторую форсунку прекрасный провал включаем выключаем третью вот обороты видите падают включаем и выключаем четвертую смотрите сюда замечательно включаем то есть это о чем говорит это говорит о том что у нас все четыре цилиндра все четыре цилиндра работает идеально и дальше что мы смотрим теперь давайте посмотрим самое важное и начать из наших параметров это лямбда зон датчик кислорода это вот его 1 и сейчас сразу поставим как его видит компьютер то есть это его данные и как воспринимает его компьютер значит включаем его так подчеркиваю датчик прогретый работает давно уже смесь бедная и обратите внимание смесь не меняется то есть лямбда зон пока как бы замер ладно добавляем оборотов может быть он еще не прогрел если у него допустим неисправный нагреватель хотя бы это сразу хотя бы сразу бы хотя сразу увидели бы это дело по по компьютеру был бы сразу что неисправе набивать вот начать я добавляю оборотов резко ну что было понятно я поставлю туда еще и обороты понимаете реакции никакой нету дорогие мои обороты возрастают возможно объединение смеси такое большое что датчик лямбда зон показывает правду хотя конечно у меня подозрение что во время будет резкого на будем говорить резкого нажатия на дроссель в любом случае должно было подскочить обогащению понимаете ну и способ проверки это сделать очень просто мы берем простой карбоклинер для прочистки карбюраторов ну и дроссельных заслонок я пользую дальше скрываем ну можно открыть здесь то есть вот можно туда обычно проще сюда прыгать бываем выбираем фильтр и значит друзья мои проблема бывает вот такая вот здесь есть плюс и вот минус есть у меня у знакомого был случай тоже диагноз он карбоклинером читал то что я сейчас хочу сделать стал делать тоже самое что сделал он баллончиком перемкнул плюс и минус вставляете тонкий металл мгновенно прогорел искра и получается этот баллон превратился в ракету которая летала по мастерской поджигала все подряд я вот чему говорю что к этому методу относиться надо очень очень осторожно ну во всяком случае внимательно дальше смотрите я брызгаю сюда вы слышите мотор практически заглох дорогие мои вот мы видим по оборотам вот мы видим да что он заглох вот провал мотор заглох останавливают вот смотрите сюда обороты практически мотор ну все практически заглох видите никаких движений никаких подъемов у лямбда зонда нет то есть давайте объединить смесь объединить и посмотрим реакцию датчика на объединенный смесь сейчас отвечают опять давайте сделаем так вот наша нормальная работа сейчас ну как нормально то есть то что показывает нас в камере что мы делаем мы берем снимаем трубочку мы берем снимаем трубочку с ресивера любую на это у нас на абсорбер идет мы снимаем трубочку видите обратно прибавили что мы здесь видим дорогие мои мы видим что у нас смесь объединилась он верх не показывает обогащение а бедную смесь более-менее сейчас посмотрим до скольки он у нас ну вот до 0,27 то есть 0,3 вот 0,3 пространца до 0,26 то есть объединенность какую-то он маленько видит ставим на место трубочку очень удобно снимать разъединять какие-то трубочки вот такое устройство имейте ввиду это вот видите как удобно раз нажимаешь и он всплывает понимаете в чем дело вот такая прелесть позволяет не рвать шланги не тянуть их поняли да особенно это для бензопроводов где гибкие бензопроводы это вообще выручает палочка выручалочка сталь очень хорошая имейте ввиду что такая штука очень удобная для разъединения разных шлангов так ну это мы сейчас с вами смотрели то что видит компьютер и что видели мы через разъем сейчас мы посмотрим более точный методом это с помощью осциллографа так называем мотор мотор тестера осциллографа который заточен для работы с машинами выключили включили мотор тестер дальше берем берем щупы один на масту второй вставляем разъем для мда зонда так друзья мои ну обычно серый кстати обратите внимание лямбда зон трехпроводный не четырех как обычно но машина будем говорить так не девочка вот трехпроводный имейте ввиду покупать будете датчик сейчас посмотрим таким образом вот он зашеведился ребят вот провал объединения смеси а на обогащение друзья мои давайте сейчас я вам покажу еще раз на обогащение давайте посмотрим то есть мосту раз глохнет вставляете давайте еще раз я еще раз подчеркиваю ребята вот минус вот плюс каратыш прогар и это горящая ракета покрывает давайте я добавляю вы понимаете что машина даже заглохла а он не среагировал то есть здесь явно расход повышенный причина найдена причина вся в том что не работает лямбда зонд то есть диагноз лямбда зонд под замену даже не обсуждается сейчас единственное что я хочу показать как работает настоящий вот работа датчика кислорода которая идеальна вот смотрите я поставил полочку ну то есть это вот линейка будем говорить значение поставил сюда вот сюда смотрим 810 смотрите я ставлю полочку вниз у меня 110 понимаете амплитуда вот то есть у вас стоит циркониевый датчик циркониевый есть циркониевый титановый есть широкополосный вот у вас стоит самый простой самый надежный самый распространенный циркониевый датчик его работа вот такая а здесь у нас шла прямая линия поэтому датчик к сожалению под замену с вами был Вадим Шинарев подписывайтесь на мой канал кому стало интересно ставьте лайки будет много еще интересного поверьте вот так всегда на самом интересном месте отец